Включаем защиту, чтобы организм работал без перебоев и отражал вражеские атаки, укрепляем одну из самых важных систем. Иммунитет на самом деле это очень сложная система организма, которая поддерживает гомеостаз. То есть это постоянство. Постоянство организма человека. И когда пациенты приходят и говорят в жалобах доктору первым делом, что у меня совсем нет иммунитета, естественно, это вызывает некоторую улыбку, потому что если у вас нет иммунитета, вы уже не живы. Чтобы иммунитет был сильным, необходимо, по советам специалистов, с малых лет поддерживать режим дня, поменьше нервничать и не забывать о физкультуре. Физическая активность, она, безусловно, регулярная, постоянно проводились интересные исследования, по которым показали, кстати, наши теменские, о том, что вот достаточно трех раз в неделю закаливающих процедур, и ваша иммунная система будет существовать в более активном, сильном варианте. Нырять в ледяную прорубь необязательно. Для начала пробуем легкие процедуры. В душах встаем на небольшое возгушение, чтобы ноги не утопали в холодной воде. И на разогретое тело, начиная со стоп, льем небольшое количество почти ледяной воды. В следующий раз можно будет охладить ноги по колено и так по нарастающей. Вариант закаливания в виде, например, морожевания или праздничных купаний в проруби один раз в год, безусловно, это только стресс для организма и для иммунитета. Именно в этих ситуациях, в стрессовых ситуациях, иммунитет наш говорит пупс. Важную роль в формировании сильного иммунитета играет пищеварение. Именно с едой мы получаем все необходимые вещества, которые помогают организму строить защитный барьер. В пищевом рационе обязательно должно быть не менее 100 граммов высокоценного белка. Это преимущественно диетическое мясо, нежирное. Это мясо птицы, рыба, нежирная говядина, телятина. Они должны быть правильно приготовлены. Это преимущественно отварные, запеченные, то есть не жареные, потому что жарение само по себе ухудшает усвоение белка. Отдаем предпочтение ярким овощам, фруктам и ягодам. В них максимум витаминов и антиоксидантов. Лимон – чемпион среди цитрусовых по содержанию витамина С. Не забываем про сочный киви. В нем тоже достаточно аскорбинки. На лидирующих позициях – это крупы. Гречневая крупа, овсяная крупа. Источниками витаминов являются, конечно же, овощи. Это вот в частности ретинула или каротиноидов. Это красные яркие овощи. Это морковь, свекла. А вот про конфетки-бараночки придется забыть. В период повышенной заболеваемости, когда иммунитет должен работать на полную катушку, лучше вообще отказаться от сахара. Выстроить защиту для своего здоровья не так сложно, главное начать.